Всем привет! Вы на канале Процветок, и с вами Юлия Кондратенок. И сегодня мы с вами поговорим о болезнях клубники, или земляники садовой, если говорить по-научному правильно. Но согласитесь, всем нам лучше по душе название клубника. Итак, болезни клубники. Нет ничего хуже для нашего садовода-любителя, чем зрелище больных, увядающих, загнивающих растений. Ведь это потеря времени, потеря урожая. И еще более обидно, когда сделать уже ничего не можешь. Но предупрежден, значит вооружен. Врага, то есть болезни, нужно знать в лицо для того, чтобы при первых же признаках их появления принять меры и остановить их распространение по нашим клубничным плантациям. И начнем мы с самого вредоносного заболевания клубники, с увядания. Нужно сказать, что причиной увядания могут быть не только болезни, поэтому нужно исключить следующие факторы. А именно, недостаток полива. Это тоже спровоцирует увядание. Но в таком случае запомните, увядание распространяется на все, без исключения растения на этой грядке, которые вы не полили. Второе. Это очень жаркая погода. Когда температура воздуха днем резко подымается до 30 градусов и более, даже несмотря на то, что почва в принципе увлажнена, первое время клубника, да и не только она, подвянет. Но это все быстро восстанавливается к вечеру, когда температура падает и солнышко садится. И опять же, увядает в таком случае все растения. И это увядание незначительное. Третий возможный вариант увядания. Это повреждение личинками хруща, майского жука, либо медведкой. Если вы обнаружили единичные увядшие растения клубники на грядке, внимательно осмотрите почву вокруг. Есть ли норки, пошевелите ее. Может даже подкопайте увядшее растение, и вы обнаружите причину. Либо личинку жука, либо норку медведки и соответствующее повреждение корней. Медведка, нужно сказать, это крайне опасный вредитель, который может, если его оставить без внимания, уничтожить изрядную часть плантации. Если причиной увядания растения клубники являются вредители, соответственно, боремся с ними. При помощи биопрепаратов, при помощи более серьезных агротехнических мер в виде ловушек, в виде выбирания всех этих вредителей и так далее. Но если у вас погода прекрасная, почва влажная, вредителей нет, а отдельные растения клубники увядают, листья их теряют тургор, молодые почти не развиваются, есть серьезный повод озаботиться их здоровьем. Для того, чтобы исключить увядание или убедиться, что это именно оно, придется пожертвовать одним увядшим кустиком. Аккуратно его выкопайте и разрежьте его вдоль его рожков. Корневая система и сам стебель, этот рожок, если он поврежден грибками, будет иметь темную окраску. Там будет либо покоричневевшая серединка в целом, либо покоричневевшие, побуревшие полосы. Это значит, что грибок, возбудитель увядания, попал в корневую систему, забил все сосуды, они отмерли, и растение не получает влагу из корней и медленно погибает. Такие растения необходимо немедленно удалить со своей плантации, выкопать их причем с комом земли и удалить с участка полностью. Такие растения ни в коем случае нельзя отправлять в компост. Почему? Дело в том, что грибки, возбудители увядания клубники, это почвенные грибки, и они в ней способны сохраняться несколько лет. Поэтому либо мы это уничтожаем, сжигаем, либо мы закапываем очень глубоко в почву, где грибок не сможет развиваться и погибнет. Меры должны быть приняты немедленно. А для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этого опасного грибка по почве, нужно использовать биопрепараты. Сразу после удаления заболевших растений готовим растворы биопрепаратов на основе триходермы, баверии, либо метаризиума и проливаем все грядки. И там, где растения были больны, и там, где растения здоровы. В дальнейшем, если у вас по-прежнему появляются там отдельные заболевшие кусты, стоит рассмотреть вариант переноса плантации клубники со свежим посадочным, здоровым посадочным материалом на новое место. А там, где появился грибок увядания, следует посеять сидираты и не сажать клубнику не менее 3-4 лет. В таком случае вы остановите развитие болезни увядания и сохраните здоровье почвы. И, конечно, для оздоровления почвы необходимо регулярно обрабатывать биопрепаратами эти участки. Это восстановит здоровье и избавит вашу почву от вредных грибков, бактерий и, кстати, вредителей тоже. Следующая группа болезней клубники, которая портит настроение садоводу, это разнообразная группа пятнистостей. Согласитесь, как приятно видеть клубнику, выходящую из зимовки, с ярким, сочным цветом листьев, блестящую, глянцевую. И тут появляются пятнышки. Бурые, беленькие. Их становится все больше, даже листья начинают сохнуть. Ну, просто беда. Эти болезни, казалось бы, как грипп у человека, появляются каждый год. Избавиться от них крайне нереально. Они все равно будут. Но весь вопрос в том, сколько их у вас будет на растении. Одно-два пятнышка на листочке не нанесет серьезного ущерба растениям от слова совсем. Но если их много, следует принимать меры. Итак, листовые пятнистости. Это в первую очередь бурая пятнистость, соответственно, пятнышки коричневато-бурые, и белая пятнистость, пятнышки с белой серединкой. Но способы борьбы с ними со всеми абсолютно одинаковы. И в том, и в другом случае возбудители грибки. Поэтому используем фунгициды. Для того, чтобы предупредить появление листовых пятнистостей на клубнике, обязательно соблюдаем агротехнику. Откуда берутся болезни весной? С перезимовавших больных листьев, черешков и прочих растительных остатков. Как только клубника проснется, мы идем на клубничную плантацию и убираем все отмершее, поврежденное болезнями, поврежденные вредителями и уничтожаем. Им не место на плантации. Делаем профилактическую обработку. Мы можем использовать рано весной, как только клубника просыпается, препараты меди. Либо, если кто склонен применять более жесткую химию, такой препарат как хорус. Он низкотемпературник и прекрасно подействует на все грибковые заболевания. Биопрепараты весной, к сожалению, когда прохладная похода, не работают. Их мы оставим на теплое время года. Перед цветением, когда клубника уже выбросила листовой аппарат, когда вот-вот уже начнутся распускаться первые бутончики, обязательно обработайте свои растения клубники еще раз любым разрешенным фунгицидом. Это может быть хорус, топаз, скор, любой другой фунгицид. Или, если вы приверженец биологических методов защиты, используем биопрепараты. Такие как фитоспорин М, такие как наша любимая триходерма и прочие ее товарищи. Но помним, что в таком случае обрабатывать нужно регулярно, каждые 5-7 дней. Ну и конечно, чтобы избавиться от листовой пятнистости надолго, чтобы свести ее распространение к минимуму, после уборки урожая можно рекомендовать такой способ, как удаление всех заболевших листьев, либо полное скашивание плантаций и удаление, соответственно, всей листвы с нее. Только в таком случае обязательно обеспечьте клубнике хороший полив и хорошую подкормку, для того, чтобы она к осени заложила новую листву, развила ее здоровой, крепкой и функциональной, чтобы она смогла насинтезировать достаточно питательных веществ для нового урожая, для его закладки. И наконец, третья группа болезней – это гниль ягод. И самая вредоносная – это серая гниль. Особенно сильно она поражает нашу клубнику в годы с влажным, сырым, холодным летом. Иногда она способна уничтожить до 90% урожая. И самое обидное, что когда клубника созревает и поражается гнилью, никакие препараты химические использовать нельзя. Да и с биологическими тоже нужно подумать, потому что даже у биопрепаратов есть хоть маленький, но срок ожидания. Поэтому с серой гнилью и прочими гнилями мы будем бороться в первую очередь агротехникой. А именно, поскольку возбудитель серой гнили часто зимует на поверхности почвы, между ее частичками, на самых даже мельчайших остатках пораженных плодов, черешков, плодоножек, и все это удалить мы не можем, то как только температура становится благоприятной для применения биопрепаратов, готовим раствор триходермы и методично, регулярно, несколько раз проливаем почву на плантациях клубники. Таким образом мы уничтожим зародыши возбудителя болезни, который находится в почве. Второй момент. Для того, чтобы никакой возбудитель не попал с почвы, с других частей растений на ягоду, используем мульчу. Лично я считаю, что самая лучшая мульча – это, конечно, солома. Не зря англичане даже землянику садовую клубнику называют соломиной ягодой, потому что именно на этом мульчирующем материале клубника получается максимально чистая, с минимальным распространением гнилий. Для того, чтобы мульча хорошо действовала, запомните, ее слой должен быть не менее 10 сантиметров. Также в качестве мульчирующего материала подойдет прекрасно агротекстиль, который обеспечит проникновение через себя воды, удобрений и не будет допускать застоя на своей поверхности дождевой воды или поливной воды. Именно в этом случае, кстати, пленка крайне нежелательна. Очень сложно уложить черную пленку так, чтобы не образовалась нигде никакой вмятинки, чтобы там не образовалась потом после дождя лужица и, соответственно, не появилась гниль. Ну и наконец, это подкормки. Замечено, что растения, которые получают сбалансированное питание с микроэлементами, намного сильнее сопротивляются различным болезням, вредителям и даже погодным неприятностям, будь то жара или низкие температуры. Поэтому соблюдайте вот эти нехитрые правила. Сажайте клубнику, поливайте ее, подкармивайте, не забывайте про мульчу. Вовремя начинайте борьбу с болезнями до того, как они разовьются. И поверьте, здоровье вашей плантации будет всегда на высоте. И ваша клубника отблагодарит вас урожаем крупных, вкусных и по-настоящему полезных ягод. С вами была Юлия Кондратенок. И до новых встреч на нашем канале.